Приветствую, командиры! С вами, как всегда, Блэклинг, и сегодня у нас рубрика «Первый взгляд». В качестве гостей у нас выступает игрушечка под названием «UFO 2 Extra Terrastrials Battle for Mercury». Надеюсь, я прочитал всё правильно. Если же нет, то прошу помидорами меня не бросаться, потому что по шкале знания английского от 0 до плюс 10 мой уровень составляет где-то минус 1. Такс, первую «UFO Extra», буду называть её так, потому что так удобнее, я играл ещё в далёком детстве. И, несмотря на то, что я игру так до конца и не прошёл, всё же в ней было что-то интересное, что-то, скажем так, цепляющее. Но потом в мою жизнь пришли другие события, пришли другие игры. Пришёл XCOM, который Enemy Unknown и дальше все последующие. И о серии «UFO», которая являлась небольшим ответвлением ещё от самого первого XCOM'а, было всё благополучно забыто. И вот спустя много лет, где-то полторы недельки назад, я сижу на работе, залипаю в телефон, потому что что ещё делать на работе, шучу, на самом деле это всё было на обеде. И я вижу небольшой, скажем так, анонсик, что в Steam'е под шумок вышла вторая «UFO Extra». И я такой думаю, а почему бы и не скачать эту самую игру, чтобы посмотреть, на что она похожа. И если же она действительно хорошая, то почему бы и не купить её, во-первых, за реальные денежки, сказав тем самым разрабам спасибо за все их труды, а во-вторых, почему бы её и не попроходить. Но, как я сказал, это первый взгляд, и если что-то мне не понравится, то, собственно, игрульку я трогать не буду. Возможно, она мне не понравится. И выкидывать условно где-то 500 рублей, возможно, я не смотрел за сколько она продаётся в Steam'е, я не стану. И вообще, надо начинать любую игру с уступительного ролика, но поскольку у меня репак, вполне возможно, что репак по умолчанию-то и пропускается. Поэтому сейчас мы тыкнем на кнопочку введения, посмотрим вступительный ролик, и уже после этого продолжим наш первый взгляд. И так, мы выкручим нашу предыдущую свою работу. И так, мы возвращаемся к тому, что мы возвращаемся к тому, что мы возвращаемся к тому, что будет вероятным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 игру в музыкальном объеме я не знаю кто из локализаторов это все делал но в громкости музыки стоит 50 процентов и вступить нам ролики все вот эти вот настройки которые я применил они не сработали то есть у меня сейчас музыкальная громко стоит 5 процентов сами как это слышно и в ролике стояла где-то наверное процентов 60 или даже 70 нет вру либо от 50 либо 60 точно не помню но она очень сильно громкая это что те настройки которые применяешь для самой игры в самом меню не действует на вступительный ролик это конечно очень-то хорошо во вторых графика я смотрю они особо сильно от графики 90-х не отходили то есть это все же по факту больше ремастер чем ремейк но вполне возможно что здесь есть еще и кое-что от ремейка то есть по большей части это тот же у фуа экстра но с немножко переработанным сюжетом и подтянутой графикой и с расширением с разрешением экрана для современных мониторов возможно но это не точно в любом случае мы посмотрим это все и сразу хочу отметить если вы убираете галочку с вертикальной синхронизации которая включена здесь по умолчанию то игра тут же закроется и откроется обратно и если вы поставите галочку на показать субтитры на да то игра собственно закрывается и при следующем запуске на показать субтитры все равно ставится на нет я не знаю вполне возможно что это связано с локализатором то есть сейчас по умолчанию разговаривали на английском субтитры были но в настройках субтитры отключены не знаю как это все вообще работает но факт остается фактор дальше в локализации вместо кнопочки обучение у нас есть кнопочка руководство и я если нажму на кнопочку руководство надеюсь открыть уфопедию а это было в старых у кошках не было такого обучения ведут вас очень сильно за ручку демонстрирую вообще все нет было уфопедия в которой постепенно все открывается постепенно вы все узнаете но в то же самое время обучение все таки было и здесь когда я нажимаю на кнопку руководства я жду что откроется уфопедия я смогу что-то почитать что-то начальное нет здесь запускается и именно руководство ну и собственно давайте посмотрим на что играю собственно похоже немножко я поиграл в нее чтобы посмотреть чтобы посмотреть на что она похожа и сейчас надо бы на как-то остановить время я вот не помню честно ну ладно пускай будет по 5 секундам это здесь все у нас это у нас по умолчанию такс в общем вот так вот у нас выглядит глобальная карта это все-таки если в первой уфо экстра все было на другой где-то планете то здесь я смотрю все же недалекое будущее и это в общем то не так уж и плохо как казалось бы база у нас здесь сразу всего одна в южноамериканском альянсе в альбе вот она наша главная база и построить свою первую базу допустим в европейском союзе или живы и в российской федерации которые удивляют на удивление здесь здесь присутствует и даже вот этот регион тоже на ее стороне мы увы не можем но это не так уж и страшно собственно что касается интерфейса он не так уж сильно отличается от первой уфошки то есть это все же по большей части ремастер не ремейк но сейчас мы посмотрим вот она наша уфопедия здесь у нас все описывается все у нас здесь есть и есть у нас цена и в общем-то уфопедии можно почитать все о чем вы хотите узнать то есть автоматы ракетные установки броня наша и в общем-то так далее и тому подобное можно построить новую базу баблосов у нас недостаточно чикадами никакими пользоваться не буду поэтому пока что база ничего у нас здесь не делается перехватить можно отправить самолеты на сбитие летающих разведчиков либо же можно отправить наш транспорт и собственно что у нас здесь на базе ну по факту как я и сказал это первое уфо экстра здесь собственно сохраняется вся стилистика базы сохраняется все иконочки назовем это так но при этом это все выглядит скажем так в более хорошем разрешении в более более скажем так разглядывательный приятный более для глаз графики и это собственно несомненно плюс конечно без обучения здесь мало с чем можно разобраться но в то же самое время никто и никогда не делал скажем так более старые игры такими вот ну скажем так для для современного сообщества вполне возможно некоторые игры могут показаться весьма и сложными потому что в старых играх как я уже не раз упоминал не водят за ручку и собственно всем до всего остального приходится доходить самому собственно сейчас мы поставили на исследование аптечки поставили мы на исследование персональный щит здесь у нас можно сменить вооружение нашим самолетиком сменить им щиты которых нету что касается магазина здесь можно либо закупить наши автоматы может закупить к ним патроны либо же можно это все произвести сами мастерских ну и ну не все конечно же по умолчанию автоматы по умолчанию патроны некоторые на самолеты нам приходится закупать то есть свой бюджет надо думать и планировать в передать это можно в другую базу то есть можно те же самые наши самолеты перекинуть другую базу которая у нас будет вы собственно наш отряд ну знаете некоторые портрет это более-менее симпатичные но некоторые смотришь и как-то становится весьма и весьма страшновато можно сменить броню но это уже отдельно что мы вообще здесь видим видим экран нашего бойца и здесь вот у нас ворон это у нас если я правильно понимаю что-то по аналогии с танком давай-ка мы наш наш ворон оставим на базе возьмем с собой пучку бойцов хотя нет давай мы оставим его также в арго пускай он будет для первого боя нам вполне хватит четырех бойцов и вот этой самой хреновины которая летает и пуляется ракетами что у нас вообще представляет из себя меню бойца здесь у нас можно положить кое-что в рюкзак можно положить в рюкзак запасной автомат запасные патроны и при этом у наших бойцы тоже прокачиваются то есть вот этот пд это у нас пункты действий своеобразный аналог очкам действия здоровья и вот это вот я так понимаю это у нас мораль на очки действий у нас влияет ловкость на здоровье живучесть а вот это так полагаю на мораль нас влияет храбрость все остальные вот эти вот навыки это у нас более боевые то есть силы это сколько ты можешь таскать с собой всяческой полезной хреновины восприятие это так полагаю влияет на перехват в рога в зоне твоей видимости дальше броски это как далеко полетит гранат это понятно стрельба это меткость выносливость это вот это вот честно не помню что это ну и защита это у нас котируется от брони так что мы сейчас делаем я сейчас наверное выдам по еще одному магазину нашим ребятам которые пойдут с нами в бой я его по-моему не убрал да не убрал и собственно на этом пока что все наши приготовления все ну и естественно стимпаки которые у нас являются своеобразной скажем так заменой небольшой бюджетной заменой аптечкам так выдаем по магазину винтовочки у нас почитать про них но это в уфопедии можно ну и собственно вот так у нас выглядит окно окошечко в котором мы будем готовить наших бойцов к вылету можно в момент сюда перейти ну и в общем то ежемесячный отчет это у нас сколько выплатят нам предположительно государство который мы защищаем ну и собственно наши расходы так теперь можно откручивать время пока у нас следуется наша наше исследование и собственно посмотрим что у нас здесь будет в качестве воздушного боя вот инопланетный разведчик замечательно вот мы сейчас и посмотрим как это все выглядит отправим и допустим первый защитник пускай у нас летит на этот самый разведчик и прокрутка будет наверное где-то минут пять чтобы он спокойно долетел точнее даже 20 минут все равно медленно летит ну ладно отличие здесь в том что сбитые инопланетные разведчики так а он улетел ладно возвращаемся обратно отличие здесь том что инопланетные разведчики здесь сбиты и на них нельзя выслать группу для до зачистки но по крайней мере мне за скажем так за попытку со всем и попытки поиграть в игру пока что такой возможности не попадалось вполне возможно что это вот собственно аптечка аптечка эта вещь хорошая поэтому можно выбрать сразу новое исследование новое исследование у меня пока нету но можно произвести аптечки собственно почему бы и нет тыкаем на начать выпускаем всех техников на производстве этих самых аптечек давай все-таки парочку мы себе здесь сделаем на всякий случай и также можно построить дополнительные мастерские дополнительные лаборатории это даст нам дополнительных ученых и дополнительных техников и мы сможем с чистой совестью производить и исследовать все быстрее и больше и это в общем-то хорошая вещь на самом-то деле то есть собственно расходы на это все конечно будут весьма и весьма значительные поэтому на первом на первых порах это все не выйдет продолжаем отматывать время вот он опять инопланетный разведчик пробуем перехватить его защитником один еще разучек отправим на час и вот собственно как выглядит воздушный бой наши наш самолет и инопланетный разведчик вот так вот спокойно с чистой совестью стреляются сбили мы разведчик и наш самолет возвращается здесь у нас есть боезапас как бы я правильно видел желтенькая полоска это у нас было топлива ну и собственно такой вот в режим реальном времени у нас самолеты перестреливаются оставим в покое щит оставим в покое аптечку ждем пока хотя бы один инопланетный разведчик у нас приземлиться чтобы посмотреть на что похож бой прошел у нас месяц уже принесли нам бабосики попробуем сейчас мы что-нибудь построить в качестве да можно даже построить себе еще одну базу но базу еще одну мы строить не будем вот помещение какой-нибудь мы влепим такс какой мы влепим какой мы влепим а влепим давай-ка мы наверное еще одну мастерскую почему бы и нет его собственно остатки остатки забавное название у нас показывают сколько дней будет строиться это самое сооружение финансы у нас здесь есть вот он наш месяц 2100 какой-то там годик 2100 8 если быть конкретнее так а вот он и собственно разведчик который здесь сидит на полярной лиге можно отправить сразу же у нас арго и в общем то вот они наше приготовление так одному нашему бойцу на пояс нельзя нацепить аптечку поэтому засунем ее в рюксак и сразу видно что пункты действий у нас урезаются потому что вес вес переносимый больше чем мы можем вынести поэтому надо тоже здесь смотреть кто может больше перетащить ну по моему дэрик у нас и может перетащить да то есть вот это вот прозрачная полосочка если я правильно вижу это вес который можно переносить скажем так без ущерба для своих статов и это в принципе замечательно даже один лишний стимпак у нас требует дополнительных так вот эту девчонку я пожалуй оставлю а вот допустим допустим кто у нас здесь без перегруза давай-ка мы все же вот эту девчушку мы запихаем в наш арго так выдадим ей дополнительный магазин и все я опять перегрузда ну это у нас первый бой поэтому ничего страшного здесь не будет игра все таки даже на лояль даже на нормальном уровне сложности вполне лояльная а ворона нам здесь никак не доукомплектовать да можно здесь еще что-то поставить но это уже вполне возможно в будущем изменить место размещения это здесь у нас как раз таки можно переставить наших бойцов так как удобнее нам правда не вижу где здесь ворона можно переставить но а то есть вот такими вот стрелочками мы и перетаскиваем наших ребят все ясно ладно запустим тогда наш наш транспортник пускай летит в целом пока что игрулька более менее довольно таки симпатичненькая соблюдает традиции первой у фошки экстра ну сейчас посмотрим как выглядит все в бою определенные просадочки конечно есть но это вполне возможно связано с тем что мой дирижабль так не особо позитивно реагирует на на наш бандикам и так собственно что у нас здесь есть у нас есть несколько кнопок отступить здоровье это мы аптечками пользуемся есть у нас менюшка есть у нас инвентарь бойца это у нас если я так помню предпочтительный огонь так взгляд это посмотреть движение и собственно так дальше так выпускаем нашего ворона управление осуществляется левой кнопкой мыши и причем выбор бойцов у нас либо вот здесь вот что будет более удобное потому что если вы случайно мискликники вместо того чтобы выбрать бойца наши наши оболтусы побегут то есть у нас нету здесь подтверждения хода то есть нельзя наметить маршрут если вы поддержите здесь все то собственно тогда маршрут становится виден если же нет то то нет так выступаем в качестве живого щита поворачиваться можно правой кнопкой мыши можно присесть для более точной стрельбы поэтому выдвигаемся сейчас пока пользуюсь нашим вороном как живым щитом и что еще немаловажно по большей части стрельба здесь чисто по прямой если у вас на пути следование вашей пули стоит какое-то препятствие но увидите врага либо же стоит ваш боец либо же еще что то игра может сказать мол не буду не хочу стрелять нельзя нет линии огня и в этом то собственно и был один большой минус первый у фошки вон он собственно наш противник он тоже моргает выстреливает с лучемета но но урон был поглощен то есть я не зря сказал что даже на нормале игра более-менее таки лояльна вся ваша база принадлежит нам вот не знаю кто это вообще вот собственно наши цели и это тоже вот минус что они здесь показываются но при этом нельзя тыкнуть без ущерба для того чтобы без ущерба для того чтобы с ними что то было такс выбираем наше вооружение вот собственно у нас здесь показывается каким образом мы можем выстрелить точность то есть вот это вот сейчас мы можем выстрелить только прицельным выстрелем с точностью 86 процентов очков 10 у нас затратится 37 давай попробуем на фарш сразу же какой-то НТО был взрыван и сдохнут как говорит Юрий Профессионал ну а мы тем временем продолжаем продвигаться нашим бойцам тоже надо как-то пострелять чтобы накапливать опыт потому что техника его не накапливает вот собственно сами видите я случайно мискликнул и вместо того чтобы запросить подтверждение маршрута мой боец побежал то есть приходится вот так вот выбирать для удобства нет конечно если вы мазохист это это ваш выбор но факт остается фактом так ага вон еще один собственно попытаемся сейчас пострелять нашим бойцом то есть сейчас прицельный выстрел у нас займет у нас составляет шанс попадания 52 процента можно очередью пострелять можно одиночным навскидку либо же прицельным если мы сейчас присядем то есть мы разворачиваемся в сторону противника присаживаемся и собственно видно что шанс попасть у нас подрос попробуем выстрелить выстрел конечно интересный чпоньк даже за успешные попадания нам дает опыт это очень хорошо убили мы какого-то трепанатора не знаю что это вообще за фиговина но это уже все будет в уфопедии так что за кнопка ага это вот у нас мини-карта хорошая вещь но немножечко не в том скажем так немножечко не в том месте где ее можно было бы поставить ее бы вполне она бы вполне смотрелась где-то вот здесь вот но никак не в этом углу есть у нас логи боя это очень хорошо можно его закрыть ну и в общем то все что здесь у нас есть все имеется у нас так так сожмем на кнопку конец хода ну и в общем то вот так вот у нас и проходит бой что в первой у фошки экстра что в в ее ремастере все же это по большей части ремастер чем ремейк потому что в чем разница между ремастером и ремейком если кто не в курсе в ремейке это у нас перезапуск то есть это полностью новая графика новый сюжет и так далее и тому подобное в ремейке игроки по большей части подтягивают графику подтягивают скажем так какие-то геймельные особенности но саму суть игры никто не меняет то есть это как была оригинальная игра так и остается вот в этом сути между ремастером и ремейком попробуем подойти сюда если сейчас кто-то из инопланетян откроет эту дверь вполне возможно мы посмотрим как работает перехват если никто не зайдет то собственно зайдем сами и вот так вот пошагово у нас здесь все происходит немножко да напоминает джагу но свои есть отличия так показался у нас здесь пришелец никто по нему стрелять не стал потому что потому что его никто и не видит кто-то его все-таки видит его видит как раз таки наш ворон так давай-ка мы все-таки вот что еще немножечко печально так это то что не отображаются иконочки над бойцами то есть по внешнему виду они все одинаковые но какой из них нужный тебе ты не можешь выбрать поэтому приходится ну таким вот образом импровизировать так разворачиваемся садимся прицельным выстрелом но мимо все равно здесь можно все равно промазать ладно в любом случае ничего страшного у нас сейчас кто-то кого-то цапнет подойти открыть дверь нельзя спокойно надо именно надо вот именно таким вот образом тыкать наши бойцы открывают дверь самостоятельно перехвата никакого нету но если я сейчас сделаю еще хотя бы один шаг то вполне возможно перехват сработает давай-ка не буду рисковать заброшу туда гранату здесь еще по-моему кто-то остался или же это попросту такое визуальное заходим внутрь не стесняемся так сразу осматриваем здесь все потому что инопланетяне могут выйти и собственно сделать нам больно это пока что на первый взгляд кажется что здесь все хорошо потому что первые бои все-таки у нас броня поглощает часть урона у нас есть также ворон который может долбануть ракеты и собственно ваншотнуть но чем дальше естественно тем будет все похуже а возможно и нет вот инопланетная граната то есть инопланетяне тоже у нас не пальцем деланные тоже могут немножечко огреть нас но пока на демонстрации нам везет и здесь все хорошо еще еще один инопланетный боец ближник если я так полагаю здесь мы можем опять же с чистой совестью бросить гранату ничего здесь не будет страшного нам по крайней мере надеялся я на это наносит сам оборонительная граната но урон был поглощен да с локализатором немножечко все печально но по факту перевод вполне вполне таки более менее нормальный сейчас мы посмотрим как все будет выглядеть стрельбой очередью то есть очередь у нас три три пульки выпускается и все три мимо ну походу взрыв от гранаты был весьма весьма интересен для нас интересный опыт для нас был поэтому мы немножко мажем сейчас мы попали но ничего не произошло подтянем нашего бойца инопланетяне сразу повернулся к нему это очень интересно наблюдение опять же присаживаемся я все-таки хочу посмотреть ну вот пожалуйста то есть здесь у нас находится если я правильно вижу какая-то фиговина какой-то генератор назовем это так мы видим противника иконочка красная но стрелять мы по нему не можем потому что нам что-то здесь мешает а что нам мешает Викова поймет поэтому давай-ка сейчас мы выстрелим вот сюда у фошка славилась тем что здесь была полная абсолютно разрушаемость всего то есть ты можешь выстрелить стену пробить ее ты можешь выстрелить еще во что-то и спокойно бежать разнести здесь все то есть вот собственно мы здесь отстреляли разрушили себе укрытие и все собственно противника линия огня появилась и мы можем умочить этого самого противника естественно враг пользуется тем же самым и вот инвентарь что у нас здесь имеется фотонный лучемет то есть можно можно попытаться воспользоваться вражескими трофеями но то ли очков действия у нас нету подобрать это все то ли у нас нету навыка чтобы вот вот то есть мы не можем использовать этот предмет поэтому ничего пока мы с этими вражескими лучеметами сделать не можем ну в целом сами видите что игрулечка довольно таки более менее относительно дружелюбная вполне вполне таки нормальненькая для своего времени была ну и по современным стандартам вполне таки не вырвиглазная графика будем откровенны то есть вполне хороший такой ремастер в который можно поигрывать разумеется она не так не такая хардкорная как те же самые ксенонавты или же зинонавты как говорит мозаик как говорит мозаика я могу и путаться но в то же самое время она позволит немножечко быть скажем так ознакомлены с тем что было раньше во что играли раньше не всегда конечно понятно есть ли линия огня не всегда понятно есть возможно ли стрелять нормально но факт остается фактом конечно не всегда удобно так вот тыкать но давайте-ка мы сейчас попробуем сделать вот так вот мы нажмем вот на эту кнопочку подойдем так нашему бойцу сейчас будет мешать здесь да мы сейчас уже не сможем стрелять нам надо либо обходить своего бойца либо же каким-то образом что-то делать вот собственно мы подошли и а зачем тогда эти кнопки я вот честно не помню ну ладно ничего страшного то есть если я правильно помню это у нас должно быть по умолчанию но выбирая вооружение все равно есть у нас шанс выбрать я не совсем понимаю зачем они нужны но это вполне возможно придет у нас все со временем подходим не стесняемся как работает перехват мы все еще не знаем но это вполне возможно будет чуть позже когда хоть кто-то появится и мы сможем всадить в него кем-нибудь из наших бойцов ну либо всадят нам как двигается противник вне нашей зоны видимости нам не показывают вот собственно перехват вполне так можно перехватить а может и нет и по перехвату именно очереди броню он нам не пробил то есть написано урон поглощен и я не знаю зачем было переводить иностранные имена можно было бы оставить вполне таки нормально для скажем так если вот схыло если это японка то почему бы не оставить это все на японский манер зачем надо было переводить конечно это все сделано возможно в образовательных целях чтобы ты знал как произносить какое-то либо имя но иногда это смотрится ну как по мне немножко странновато поэтому не можем мы полноценно утверждать зачем это все было сделано так здесь у нас ничего нет проходим дальше здесь никого тоже нету выходим сколько противников остается нам неизвестно где они мы тоже не знаем вполне возможно один здесь но скорее всего они остаются где-то вот здесь на их корабле ага и вот это вот вверх вниз это у нас уровни то есть о! да ладно а наш летающий танк буду называть его танк он может и пере ага то есть вот этот вот уровень где мы можем посмотреть этаж выше или этаж ниже ну корабль конечно сделан интересно а вот это у нас как раз таки и является для летающих наших то есть вот сейчас вот мы смотрим наземный сектор на наземном секторе никого нету поднимаем наверх опа и вот пожалуйста это не означает что мы снизу не можем стрелять по воздушникам нет на самом деле можем инопланетяне могут вот то есть вот так вот у нас выглядела старая игрушечка сейчас у нас нету никаких о! привет! сейчас у нас нету никаких исследований но вот после этого боя потому что у нас появились трофеи у нас будут вот собственно крит нам прилетел первое ранение и это в принципе хорошо потому что мы можем посмотреть как сейчас будет действовать аптечка для начала я все таки был угрохал этого оболтуса потому что он сейчас будет не доставлять проблемы граната полетела в сторону грохнуть этого оболтуса у нас не получается поэтому пользуемся старым добрым методом отстрела ручную все минус один это готово теперь давай мы подтянем наши тяжелораненые вот эти вот красные капельки крови это у нас критические ранения то есть у нас 3 крита мы схлопотали 3 крита подведем нашу раненую подведем нашу соланге рюкзачки у нас здесь нету к сожалению аптечки аптечка у нас у Дерека но Дерек у нас без очков действия поэтому сейчас мы подлечим банальным стимулятором и вот собственно здоровье это у нас как раз таки то что у нас для своего бойца но мы можем сделать следующее достанем наш стимулятор тыкнем его и вот собственно теперь мы можем лечить наших бойцов вот у нас в ногу прилетело 3 критических раны всего 39 раны 70 очков исцеления что это значит очки исцеления у нас это ресурс нашего стимпака тыкаем разочек и у нас собственно снимается по 5 а он лечит по 5 да да он лечит по 5 единиц за каждое исполнение то есть ресурсов нашего стимпака хватит на то чтобы полностью вылечить ногу нашей японки будем называть ее так но критические раны стимпак у нас не лечит и добавка всему у нас да он не лечит поэтому нам нужна будет аптечка не факт конечно что после этого у нас не будет наш боец лежать в госпитале но вполне возможно что он и будет лежать в госпитале вполне возможно и нет здорово еще один он тоже у нас мажет гранатой все хорошо по моему зацепила нашу девчушку и сзади нас всех лупят на самом деле это все очень нормально потому что здорово дружище на самом деле это все очень хорошо потому что это все демонстрация самого геймплея и как все это выглядит так давай-ка мы сейчас сделаем так конечно без горячих клавиш все очень очень немножко грустно но это не факт что это плохо огонь прикрыл наших ребят так здесь давайте уже покажу как действует аптечка потому что мне самому это интересно берем ее в руку теперь применяем ее на нашу девчушку 12 очков действия у нас требует аптечка его собственно мы можем лечить себе критические раны раз два и три и все аптечка лечит в первую очередь критические ранения и уже после этого лечит уже обычные ранения и если я правильно помню ресурсы аптечек конечные и для того чтобы их скажем так пополнить эти ресурсы аптечки либо надо возвращаться на базу либо же после этого после боя она будет восполнена вот честно не помню потому что я уже давно играл в первую фошку но как выглядит бой как мы можем лечиться мы уже посмотрели так присаживаемся для более нормальной точности я понадеялся что мы его сейчас убьем вполне возможно это был последний все отлично он сдох заканчиваем ход и да это был последний получаем повышение можно захватывать пришельцы но для этого нужно нужно определенная фиговина нашу японку все таки запихивают в госпиталь на 4 дня почему то здесь локализации нету зато она была вот на вместо юнитов б-нитов но учитывая где у нас расположены клавиши вполне нормально что это у нас просто скорее всего клацание мимо можно сразу повысить наших бойцов и собственно хотя давайте почему бы и нет ну и посмотрим что на что влияет как я и говорил ловкость у нас влияет на очки действия живучесть понятное дело на здоровье и храбрость это у нас мораль ага вот что это такое голубенькое сила переносимый вес восприятие это я так полагаю шанс перехвата броски и стрельба ну давайте для вот просто для ознакомления повысим очки действия повысим силу и повысим стрельбу все очков действия у нас здесь нету здесь у нас следующий боец наша наша раненая девчушка одна миссия убила двух то есть собственно за двух пришельцев и за удачные попадания нам дают опыт как вы сами наблюдали за успешные попадания опыт дается за убийство опыт дается поэтому можно со спокойной совестью говорить что ну сейчас мы закончим раскидал я на АБК просто чтобы показать как это все выглядит возвращаемся на нашу базу здесь все происходит в режиме в реального режиме реального времени то есть не надо вручную выставлять куда направится наши самолеты и вот собственно мы вернулись на базу убитые враги инопланетные корабли которые мы можем исследовать ну и собственно для продвижения сюжета для повышения себе каких-либо технологических уровней для повышения своего вооружения и так далее и тому подобное можно здесь все исследовать итак давайте собственно подводить итоги собственно это все же по большей части ремастер чем ремейк да у нас другие противники да у нас другой сюжет но сами механики и сама графика все же намекает на то что это по большей части ремастер что касается самой игры она была вполне неплохая сейчас она тоже более менее вполне таки комфортная со временем ее сделали немножко более дружелюбным к новичкам потому что если в первой уфошке у нас была обычная скажем так пехотная броня которая была похожа на броню звездного десанта если вы смотрели фильм и попадание пришельцев у нас гарантированно отнимало здоровье то здесь нам дали другую броню и у нас шансы поглотить это все были скажем так побольше а хотя да я же хотел посмотреть пополняется ли у нас аптечка так с Дианом аптечка 1 вот собственно наша девчушка в госпитале вылечить до 90 да аптечки пополняются ну и собственно можно нанять сразу наших бойцов вооруж броня у них по умолчанию новые кандидаты на каждый понедельник смотрите новых кандидатов за 7 дней и вот собственно мы выбираем кого мы можем себе нанять стоимость месяц ага то есть бойцы у нас тоже требуют зарплату если я так помню давай-ка мы сейчас еще разочек заглянем наши финансы да вот они зарплаты солдаты у нас требуют зарплаты ученые ну и техперсонал то есть ага ученые и техперсонал у нас зарплаты не просят но солдаты ее просят интересно суд да но это больше авиации ладно подводим итоги игрулечка вполне таки играбельна она позволяет вспомнить те ностальгические времена когда ты играл в первые уфошки, с сохранением по большей части всех механик, с сохранением духа, но при этом привнося более приятную глазу графику, как это возможно для игры 90-х годов, и делая ее немножечко более дружелюбной к новичкам. Моя оценка хорошо. Вполне хороший ремастер. Вполне возможно, я его возьму. Ну а проходить ее на запись или же нет, это будет все в пределах, скажем так, в пределах времени. Со временем это будет видно. На этом все. С вами был Blackwing, и удачи вам в ваших боях, командиры. До связи!